Долгожданный крем-брюле. Доехали наконец-то с апреля. Если следите за каналом, отличники, поздравляю, вы получаете пятерку. Если не отличники, не знаете про наш календарь, который я в подарок получила от нашей учительницы Портепиано. И решили вместе с вами, что будем готовить все рецепты из этого календаря. И сильно надеялась, не захотите, скажем, приготовить макароны. Но нет, захотели, Эгине, приготовьте, хотим видеть. Вариант из календаря. Приготовила. Очень сильно надеялась, что скажете, ах, кто ест крем-брюле Эгина, не надо готовить. Это тоже не приготовим. Но нет, Эгине, вы не любите, мы любим, приготовьте. Сказали некоторые, рассердились, вынуждены приготовить. С апреля готовлю, готовлю, никак не доготовлюсь. Но сегодня день настал. Рецепт проще простого. Ну, крем-брюле из себя представляет такую микстуру из желтка, сливок и ванилина. Очень важно, чтобы ванилин или ваниль был качественный. Потому что весь вкус крем-брюле, по-моему, это вкус ванили. Что понадобится? Делаю пол порции. Потому что не буду рассказывать, как я безразлично к этому десерту. Вы уже знаете. Пол порции сделаем, но целый рецепт, полный рецепт напишу в описании видео. Что понадобится? Сливки. По рецепту 4 стакана. А стакан 250 мл. У меня 2 стакана. Понадобится сахар. Целый стакан. У меня полстакана. Кстати, половина сахара идет в микстер с яйцами, а половину сверху посыпаете и жжете, чтобы получилась эта хрустящая корочка. 6 яиц принадлежницы. Приготовит. Понадобится. Заново не начинаю. Очень хорошо начала в этот раз. Беру 3 яйца. Говорят, нужны крупные яйца. У меня не крупные, но все равно 3 взяла. Ванилин. Одна струйка или строчка ванилина. Мне кажется, все. Вы не верите. Ну да, всего лишь яйца сахар, сливки, ваниль. Начинаем. Сначала сливки сюда. Мы будем разогревать до почти кипятения. Но не кипятим. Подождите, всю эту жирность удалю. Кстати, если спрашиваете про жирность, думаю, самая жирная, потому что здесь, в Америке, где мы проживаем уже более 23 лет, почти, ну, 24 года, выяснили, что нам понадобилось 24 года, чтобы выяснить, что в Америке есть всего лишь несколько видов сливок. Есть Heavy Whipping Cream. Сливки, которыми можно сбить крем. Есть Whipping Cream. Тоже самое, что Heavy Whipping Cream. Whipping Cream уже готовый. Продают готовый Whipped Cream. Есть Half and Half. Тоже сливки. Как будто половина сливки, половина молока. Что-то в этом вроде используют. В основном в готовке чая или кофе. Но то, что берется для выпечки, обычно берется самое жирное. Heavy Whipping Cream. То, что и взяла. Может быть, это 33-процентное, если не ошибаюсь. Это взяла. Сейчас берем нашу струйку или стручку, стружку ванилина. Удаляем семена. Возьму такую толстенькую, если есть. Все одинаковые. Мадагаскарский ваниль. Режем так. Не надо так сильно резать. Подождите, сейчас ложку возьму, чтобы легко удалить. Экина, это у вас называется ложка? Да. Если нужно, подумала, этим лучше будет. И берем все, что возможно. Ничего не оставляем. Это семена. Или косточки. Ну, эту штуку тоже стоит. Так кладем. Просто хочу. И на огонь. Следим, чтобы не скипятилось сильно. Закипело. Пока это разогревается. В другой миске, которую я не принесла. Сюда хотела что-то другое. Окей, думаю, хватит по размеру. Давно не кулинарничала. Немножко смущаюсь. То есть, сюда белок, а сюда желток. И лучше брать яйца холодные, чтобы красиво и гладко разделились. Белок от желтка. Когда теплый, желток может разбиться. И если намереваетесь сделать безе с белками, у вас получится плохой безе. Половину сахара сюда добавлю. На глаз сделаю. Думаю, ничего не случится. У меня всего лишь полстакана. И половина полстакана сюда добавляю. А другую половину оставляю, чтобы сверху посыпать и разжечь. Честно признаюсь, никогда в жизни не готовила крем-брюле. Примера. Так что критики и профессионалы крем-брюле хорошо могут покритиковать и профессиональничать. Так наши прабабушки не готовили. Сначала готовили. Не знаю, что потом, что. Так что пишите, не стесняйтесь. Это пусть ждет. И вообще мы все сейчас ждем. Сливки почти по краям стали кипеть. Удаляем с огня и даем посидеть минут 15-20, чтобы пропитал ваниль хорошенько. И чтобы немножко остыл, потому что будем соединять с яйцем, с желтком. И не хотим сварить омлет. Ну, хочу сейчас, знаете, сюда положить. Давно надо было об этом подумать. Яйца положу в эту миску. Потом уже соединю с немножко остывшими сливками. Сливки множественное число. Эльгина. Почему? Вот объясните, почему сливки множественное число? Сливок. Это я вас заговариваю, пока разделяю, удаляю желток. Минут через 15 мы готовы на приключение. С помощью сито потихоньку заливаем сливки и замешиваем. Ну, мы хотим, чтобы кусочки ванили попали туда или под зуб. Продолжаем, пока все соединим. Арка, крем-брюле, Сили, у меня стресс. Что? Крем-брюле. Я никогда не пробовал крем-брюле. Ковать в жизни не пробовал. Ну, знаете, если я что-то не люблю, не готовлю, детям тоже не даю. Ресторан, мы можем заказывать. Ну, в ресторанах заказываем. Ты любишь? Да, я помню, что это было. Вспомнил, что очень вкусный был, который был и хороший был. Но твой будет лучше. Окей. За это время можно еще и воду скипятить. По рецепту 8 стаканов кипятка. У меня нашлись всего лишь 3. Были, по-моему, 4 или 6. Есть эти храпки, они называются. Эти есть еще более такие широкие, но тонкие. Два таких нашла. Не знаю, сколько поместят. Никогда не готовила, понятия не имею. Давайте сначала... Эту тоже нашла. Есть такие овальные побольше. Ну, такие мисочки, которые можно в духовке выпекать. Думаю, это лишний вас покажется. Сейчас в духовку разогреваем 170 градусов Цельсию с 3, 25 ферренхайд. Заранее. И разливаем, но заливаем. Аркадян! Всегда их предупреждаем. Говорим, дети, когда что-то готовим или тому подобное, не шумите. Но нет! Кто будет столько кушать? Дети, наверное. О, какой глазомер, Эгине, у вас. Опять изумляете своим глазомером. Это вы говорите. Сюда сейчас кипяток сделаю. Не закипела вода, пока я тут с вами общалась. И в духовку 40 минут. После 40 минут посмотрим, что будет дальше. О, думаю, эти пузырьки нам не понадобятся. Так лучше, если пузырьков не будет сильно. И лучше, если повести к духовке и потом залить кипятком, чтобы не пришлось прямо с кипятком тяжелое что-то к духовке нести. Сейчас воду прокипячу и продвинемся дальше. Кипяток заливаем до половины мисок, чтобы не длились в миске. И делаем это аккуратно. Длиной хватит. Окей. Встречаемся через 40 минут. Можно было и в перчатках это сделать, чтобы не сажать свои бесценные руки. Встретимся. Через 40 минут достаем из духовки, даем остудиться и посылаем в холодильник на час или дольше. Спустя 40 минут. Они такие уже крепкие. И поставим в морозильник на 5 минут. Потом опять в холодильнике. И они, думаю, уже и холодные, и готовые. Сейчас дело за важным. И пусть будет, что будет. Уже сказала, да? Они готовые. Хотите, можете уже пробовать. Что хотите, можете. Очень удобный десерт для любителей. Можно приготовить заранее, держать в холодильнике сколько угодно. Я его целлофаном закрыла, естественно, чтобы, ну, знаете, вкусы не замешались. Сейчас сыплем сахаром нежным слоем и будем жечь. Окей, думаю, хватит. Еще немножко. Ну, остается половина стакана. Эту половину стакана нужно определить между... Я посмотрю, сколько там у них получается. По-моему, сколько штук стаканчиков у них. Подождите. Наверное, выключи, прочту рецепт. Такой длинный. Из рецепта получается 6 одностаканных. 8 аунс стаканчиков или рамыки. Думаю, такие. 6 таких. Окей, неважно. Сейчас это мы тренировались с мужем, как зажигается. Подождите, это включаем. Ну, открываем рамы сначала. Что делаем? Бабушка, помоги. Забыла. Мастер включил. Отдал руки мастерице. И аккуратно. Нежно. Рамы, может, побольше огонь сделать? Здесь регулировка есть. Ну, подождите, я сейчас занята. Подождите, чуть попозже. И главное, не пережечь. Если посмотреть, уже сахар расплавляется. Такой процесс интересный. Удовлетворяющий. Окей. И нужно это делать прямо перед подачей. А то, если вы заранее сделаете, растворится сахар. Не хотите. Сам себя разжигается. Это наша штука. Торч. В ссылках поставлю. Но продают только эту часть. Эту часть, помните, мы все отдельно из магазина покупали. Друзья, товарищи. Бриологи. Как по-вашему? Это готово? Ну, еще немножко. Кажется, говорите чуть подольше. Экина, вы любите зажженные, рожженные. Ага. Ну, хватит. Это было легко и просто. Сейчас две минуты подожду. Эти пузырьки утомятся. И ложкой туда. Я не буду пробовать. Детей попросила. Сказала. Дети, я что-то приготовила. Крем-дуле называется. Аркадий, помнишь, любишь. Когда позову, чтобы пробовать. Попробуйте. Скажите. О, мама, это очень вкусно. Так что дети готовлены. Подготовлены. Думаю, такой десерт лучше с красивыми ложками. И если уже ягоды, фрукты хотите сверху, не обязательно можете. Видите, хрустит. Аркадий. 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 Экет миад портит. Скажите, что с хамула. Да. Шат хамула. Очень шат хамула. Угу. Угу. Ага. Мистер Аркадий. Ого. Несколько любит. Попробуйте, потом купить. Угу. 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 Попробуйте. Угу. или под хруст сахара. Ари, альтрис. Возьмешь двор гяртис удастся? Хорошо ломают. У них это как раз очень хорошо получается. То, что с ломанием. Good or very good? Да. Сказал вкусный. Но должен был сказать очень хрустный. Ну, мне действительно понравилось. А мы лапы. Куда сам богча? Ну, ну, ступишь. Видите, очень вкусный ребенок сказал. А устами младенца всегда все честно и откровенно. Рецепт напишу в описании. Это из апреля. Кстати, у нас следующий месяц, что мы апрель-майс. А в мае очень даже вкусное что-то. Струбери, шорткейк. Голосуем. Хотим, струбери. Короткие тортики. Перевела прямо. Шорткейк. Короткий тортик. Или не хотим. Я знаю, что хотите. Можете даже не голосовать. Но на всякий случай пусть будет. Все. Я это сделала. Мы приготовила. Очень хорошо сожгла. То, что хорошо умеем. Дети сломали то, что они хорошо умеют. По комментариям уже узнаю, что хорошо, что плохо. Так что жду. Всем огромное спасибо за терпение, за просмотр, за любовь, за дружбу и за все хорошее, что нам передаете. Всех вас любим, ценим, уважаем. Увидимся. И не сомневайтесь. Хочешь, тебя тоже сожгу один на брюле? Очень, очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.